Так, ладно, следующее видео, которое мы посмотрим, называется Prey 2017. Философия игры, геймдизайн, скрытый смысл и анализ сюжета. Нейроэтика и Immersive Sim, чтобы это не значило. Это видео вышло благодаря поддержке наших патронов. Детали в описании. В 2004 году геймдизайнер Раф Костер в своей... Да, увидели мы это видео благодаря поддержке наших патронов. Книги «Теория веселья в геймдизайне» написал, что видеоигры застряли в подростковой стадии, в то время как они могут затрагивать сложные и интересные вопросы. Они в полной мере способны передавать опыт, каким невозможно поделиться в других сферах медиа. Так, на наш взгляд, игры позволяют быть одновременно зрителям и наблюдать за происходящим, режиссёром выбирать варианты... Ну, кстати, вот ни одну из игр, которые сейчас показывают, я ни в одну не играл. ...действий и актёрам совершать действия. Ни один другой вид искус... Вселенная Хала вообще говно. Вот эта игра, кстати, которая сейчас на экране, она хорошая, но в неё я тоже не играл. ...на такое не способен. Разумеется, всё это происходит в неких заданных изначально рамках. Вместе с тем, что немаловажно, рамки расширяются. С нестабильной, но всё же прослеживаемой... А, там был кадр из этой, из Биошока, но не самого лучшего Биошока. ...периодичностью появляются проекты, которые способны пробить даже... ...не четвёртую, а если хотите пятую стену. ...пробить дно. ...не обращаться к нам в лоб с экранов, а буквально играть в нас. Скайрим тоже не играл какой-то фэнтези ебаный. К своё время, Психомантис в Metal Gear Solid разговаривал не со Снэйком, а с игроком. Или голоса в голове с Энуис Хеллблейд, по сути, управляют нашими действиями в бою. Направляют нас и подсказывают. Подобным же, а возможно и ещё более продвинутым образом, выстраивает свой диалог с игроком и вышедшая в 2017 году Prey. Самое большое разочарование серии. То есть, вот первый Prey был хороший. Если хотите играть в какой-то Prey, играйте в первый. В этом разборе мы попытаемся как... Вторая игра вообще должна была быть не про это. Вторая игра должна была быть про чувака, которого похитили пришельцы, и он стал космическим шерифом на станции межпланетной, где обитают представители разных инопланетных рас. Но вместо этого, блять, просто какая-то херня полная. Как можно более обстоятельно подойти к анализу того, о чём Prey пытается нам сообщить. Какую философию индоктринирует, на чём основывается и при помощи каких нарративных и геймдизайнерских механизмов выстраивает свой диалог с игроком. Ну и, наконец, как так получается, что после прохождения остаётся стойкое ощущение, что единственным подопытным в этой истории были... Лично вы игрок по эту... Ну, он вас индоктринирует, чтобы вы не играли в компьютерные игры больше. В сторону экрана. Автор текста Илья Мальгин. Закадрово для вас звучит Дмитрий Зубарев. Пора начинать. Лучше бы что-то заказали про игры серии Deus Ex, например. Почему мы получаем удовольствие от игр? Вариантов ответа на этот вопрос множество. К примеру, геймер получает... Бля, островский хорес в память, тебя модерки сейчас лишим, блядь, сумасшедший. Ты сошёл с ума от радости, когда узнал, что будет совместка со Световым или что? По поводу биошока... Слушай, ну первый биошок был хороший, не надо. Самый хуевый биошок, это биошок инфинити. Новое оружие в Call of Duty, стихии в Мэджика или меч в Скайрим, в то же время обогащается определённым количеством гормонов удовольствия. Такое вознаграждение мозга проистекает из древности, когда примитивные аборигены были ещё на пороге изобретения колеса. Поможет и того раньше. Особенную роль данный принцип играет в любом иммерсив-симе или системной игре. Начиная с типичной для поджанра серии... О, Deus Ex. Вот это хорошая игра. ...и Deus Ex, и заканчивая блестящей легендой о Зельде. Опять какая-то ебаная фэнтези. Нет, не буду играть я в вашу Зельду. Лучшая игра всех времён и народов — это ярость Кейна. Я в неё до сих пор играю. Продолжение по ссылке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова